Добрый вечер! Вы смотрите новости Информбюро. Наши корреспонденты уже готовы рассказать о событиях дня уходящего в студии Оскар Миндебаев. И смотрите прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане увеличат зарплату врачам и учителям. Представители каких еще профессий вошли в этот счастливый список? Останутся ли казахстанцы без работы в случае притока специалистов из России? Каким будет наше кино? Сегодня кинематографисты обсудили наболевшие проблемы. Должна быть отдельная комиссия, должны быть отдельные люди. Как будут решать вопросы с государственным финансированием? В Комитете национальной безопасности сообщили новые подробности по делу Карима Масимова. У экс-руководителя КНБ после задержания изъяли многочисленные предметы роскоши. Элитные часы, золотые слитки, антиквариат и 17 миллионов долларов наличными. Деньги пачками были упакованы в семь чемоданов. Даля Насипова знает подробности. Добрый вечер, Даля. А что еще было у Карима Масимова? Добрый вечер, Аскар. Наложены аресты на две элитные квартиры в Нур-Султане, еще две квартиры и особняк в Алматы. Земельный участок площадью в один гектар на берегу озера в Щучинско-Боровой курортной зоне. Кроме того, изъяли гостевой дом в столице с участком. Его подарила Масимову одна из бизнес-структур в период, когда он еще занимал кресло премьер-министра. Роскошный дом находится в одном из элитных районов Нур-Султана. Стоит он около 2,5 миллиардов тенге. В доме есть бассейн, библиотека, карауки, зал и многие другие атрибуты роскошной жизни. Именно в гостевом доме были найдены чемоданы с наличными на сумму 17 миллионов 200 тысяч долларов. Кроме недвижимости, у Карима Масимова конфисковали 11 автомобилей бизнес-класса, среди которых такие марки, как Тесла, Ауди, Мерседес, Ниссан, Мини Купер и другие. Задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов. Также известно, что, будучи в должности председателя КНБ, он брал взятку в размере 2 миллионов долларов с иностранцев по закрытому контракту. Спецслужбы вернули деньги из Гонконга в Национальный банк Казахстана. Одновременно организована работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан еще более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках. У близких связей Масимова изъяли 5 миллионов долларов. Напомню, что арестовали Карима Масимова 6 января этого года. Его по-прежнему подозревают в госизмене и подготовке к насильственному захвату власти. Также, по мнению следователя, он превышал должностные полномочия. По всем фактам проводятся активные следственно-оперативные мероприятия. Оскар. Спасибо, Даля. Продолжаем выпуск. В Алматы эксперты рассказали, почему было принято решение снести резиденцию президента. Здание разгромили и сожгли во время трагических январских событий. Но в отличие от Акимата Алматы, резиденцию решили не восстанавливать. Жамал Габдулина выслушала мнение специалистов. Алматинская резиденция президента, признанная экспертами, ограничена пригодной к эксплуатации. Это значит, что восстанавливать ее возможно, но сложно. Ведь большая часть несущих конструкций в аварийном состоянии. По результатам наших испытаний в лаборатории, у них механические свойства изменились. То есть твердость изменилась, сопротивление изменилось, и модуль тоже изменился в худшую сторону. Поэтому вот эти балки сильно деформированные, фермы стропильные металлические, под конструкции, их надо только менять. Их использовать нельзя, выселять тоже сложно в этих условиях. Эксперты отмечают, что прежде чем сносить резиденцию, ее должны вывести из реестра памятников культуры республиканского значения. Ранее тут работали 108 человек. Их обещают трудоустроить. Наши сотрудники, девушки, парни плакали, когда впервые увидели это все. И я тоже был в очень удроченном состоянии. Было нелегко. Алматинцы идею о сносе поддерживают и высказывают мнение, что нужно создать на этом месте. Народный парк, чтобы уже воспоминания были, какой монумент. Парк, наверное. Почему парк? Ну, не знаю. Для этого района не хватает, наверное, парка. Где малый парк, где самостоятельно? Саева. Пока неизвестно, каким образом и когда снесут резиденцию. Очевидно, этот процесс займет какое-то время. Жамал Габдулина, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы. Россия не претендует на целостность Казахстана. Министр иностранных дел Мухтар Тлюберды прокомментировал высказывания руководителя фракции Компартии России Геннадия Зюганова касательно северных регионов Казахстана. По словам дипломата, официального протеста со стороны Казахстана не будет. Он обратил внимание журналистов на то, что Зюганов является оппозиционером, и его интервью было записано два месяца назад. А распространять его начали сейчас на фоне военных действий в Украине. Подобные вбросы неотъемлемая часть информационной войны подчеркнул Тлюберда. Выступление Зюганова не было транслировано ни по одному федеральному каналу России. Тем более, как известно, в ходе рабочего визита нашего президента в Москву, на самом высшем уровне было подтверждено о том, что Россия не имеет никаких территориальных претензий к Казахстану. Мирные жители Украины вооружаются. На территории страны вступил в силу закон, разрешающий населению использовать оружие для сопротивления российским военным. Документ опубликован в Твиттере Верховной Рады. Действовать он будет до окончания военного положения в стране. Согласно документу, право на приобретение огнестрельного оружия и патронов к нему получают все ранее несудимые граждане и резиденты Украины. При этом наказание за применение оружия против российских военных не предусмотрено. А когда военное положение отменят, оружие и боеприпасы необходимо будет сдать в полицию. Нарушителям этого требования грозит уголовная ответственность. 24 февраля, в день начала военного конфликта, оружие уже раздали добровольцам в Киеве. Горожане, вышедшие на оборону города, получили на руки порядка 10 тысяч автоматов. Госслужащим, медработникам и учителям повысят заработную плату. В правительстве обсудили программу повышения доходов населения до 2025 года. Главный акцент сделан на рост трудовых доходов. Как обещают чиновники, средняя зарплата поднимается и у работников культуры и науки. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил повысить оклады работникам акиматов и отраслевых госорганов. Уровень жизни других категорий граждан намерены улучшать, развивая бизнес. За счет повышения производства, стимулирования предпринимательской деятельности. То есть программа рассчитана не только на прямую поддержку, но и на косвенную поддержку. Нам нужно стимулировать в целом развитие экономики, предпринимательства, крупного предпринимательства. Если крупное будет заключать офт-тек контракты. В правительстве намерены создавать новые рабочие места, помогать с трудоустройством инвалидам, многодетным и молодежи. Также сейчас важно повышать квалификацию и развивать профессиональные навыки. В связи с событиями в Украине, санкцией и закрытием многих иностранных компаний в России, в ближайшие месяцы Казахстан может столкнуться с наплывом рабочих мигрантов. Пока перегрева на рынке труда не наблюдается. Но устроиться на работу в нашей стране граждане государств, входящих в Евразийский экономический союз, могут беспрепятственно. Казахстанцы при трудоустройстве никаких приоритетов не имеют. Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия, Кыргызстан. Мы в едином экономическом союзе. Поэтому у нас трудовые ресурсы, они беспрепятственно могут воспользоваться наши, в России, российские и у нас. Заявка о помощи больному ребенку в фонд «Казахстан-Халкна» бесследно исчезла. А вместо нее появилось три чужих. Такой казус обнаружила мама 11-летнего мальчика с тяжелым диагнозом. Куда могла пропасть заявка и как подать ее правильно, узнавала Людмила Батюшкина. Сердце Эмиля Сартаева разрослось на всю грудную клетку и почти перестало качать кровь. Есть выход, пересадка, но она, возможно, лишь после 18 лет. До этого срока мальчик не доживет. Мама Екатерина Сартаева начала искать выход. Единственная клиника, где согласились лечить Эмиля, находится в Пекине. Нам вот они выставили счет 150 тысяч юаней. На момент сбора это было 9 миллионов 800. Сейчас подскочил курс, это уже 12 200. Вот представьте, нам надо было собрать, добрать немножко миллион с лишним. Сейчас это уже около к 4 миллионам. Екатерина подала заявку в фонд народу Казахстана, но зайдя в очередной раз на сайт, своей заявки не обнаружила. Зато в разделе «Отклоненные» появились три других. Причем одна из них датирована сентябрем прошлого года, когда фонда еще и в планах не было. У меня есть счет с суммой, это документ, это не просто какая-то бумажка, написанная от руки. Я прошу именно эту сумму – 150 тысяч юаней. В фонде народу Казахстана ответили, что заявка Екатерины Сартаевой в категории «Здоровье» в силе. Сейчас она на модерации. Фейковые заявки – это единичный случай. Ошибка. Разработчики выявили ее во время тестинга портала и уже устранили. Каждый, кто отправляет заявку в фонд, в портал, сначала подтверждает личность через ЕГОВ, через республиканский портал ЕГОВ. И наши операторы, наши модераторы работают только с ID номерами и с фамилией. То есть они не могут видеть там ни ИИНа, ни полной личной информации. И утечка личных данных от нашего фонда, от нашего портала невозможна. Каждую заявку, оставленную на портале «Атомикин МКЗ», проверяют эксперты НПО. Они переправляют заявку вместе с документами в фонд и после определения масштаба финансирования ее рассматривают экспертные комитеты правления фонда. Как правило, если ее одобряют, фонд оказывает помощь, оплачивая лечение или приобретая необходимые человеку лекарства. На сегодняшний день помощь от фонда получили 175 человек. По большей части это пострадавшие от январских событий или семьи погибших в них. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Вы смотрите Информбюро. Продолжаем выпуск. Закон на кинематографии тянет на дно отечественную киноиндустрию. Нет прозрачности в тендерных конкурсах. Их выигрывают одни и те же режиссеры. Такого мнения придерживаются представители Национальной киноакадемии и независимые продюсеры. Эти и другие актуальные проблемы в сфере кино обсудили на расширенном собрании кинематографистов. Подробности у Еломана Реймбекова. Отечественная киноиндустрия богата молодыми талантливыми режиссерами. Но им не дают полнометражные государственные заказы. Бюджеты осваивают только избранные и популярные, утверждают специалисты. Поэтому многие гаснут, так и не раскрыв свой потенциал. Должно быть, чтобы в фонде кино и Министерство культуры задумывалось о том, чтобы отдельные деньги выделялись для бюджетного полнометражного кино. Заслуженные кинематографисты предлагают преобразовать акционерное общество по поддержке национального кино в государственный фонд, а казахфильму вернуть статус госпредприятия. Также создать комитет по кинематографии при Министерстве культуры и спорта. А без системных реформ так и будут процветать коррупция и кумовство. Есть государственное финансирование и нет заинтересованности в реализации этого фильма, получении прибыли из его показа, продаж и так далее. Что остается? Значит, освоить эту смету, что-то вытащить оттуда, что-то вытащить из этой статьи сметы, что-то обналичить, что-то занести. Тревожат кинематографистов и сокращение бюджета. В этом году планировали выделить 14 миллиардов тенге, но сумму сократили до 4 миллиардов. Елеман Раймбеков, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы. Казахстанские урбанисты поддержали решение Касымжумарта-Тукаева о прекращении возведения высоток возле жилых комплексов в Алматы и Нур-Султане. По мнению специалистов, нынешняя ситуация с уплотняющей застройкой может привести к катастрофе. Жилые комплексы, возникая во дворе других существующей застройки, они приводят к транспортному коллапсу. В итоге у нас дети гуляют между машин, получается. Уже невероятно возросло количество конфликтных точек для проезда специальных аварийных служб, пожарных машин. То есть, если, не дай бог, где-то случается какая-то история, у нас все соседние дома заблокированы. Специалисты считают, что в погоне за квадратными метрами застройщики не задумываются о дальнейшей судьбе жильцов. Урбанисты говорят, многоэтажки нагружают еще и коммунальную инфраструктуру. Из-за этого происходят перебои в подаче электричества и воды. Из-за большого скопления людей в микрорайонах возникает нагрузка на имеющиеся больницы и школы. При этом новые соцобъекты на этих участках возводить негде. Это дополнительная нагрузка на поликлиники, школы, больницы, если есть ряда. И, соответственно, там будут требоваться дополнительные люди, человек и часы. И это создает, ну, как обычно, очередь, которую мы не любим. Пришло время дать слово жителям Павлодара. Мы получили вопросы от горожан и теперь готовы переадресовать их властям. Как и всех казахстанцев, больше всего жители региона волнуют квартирный вопрос. Сегодня его озвучит Эльвира Ахмедова. Давайте ее выслушаем. Ну, именно этот, с пятого года стою на жилье в очереди. Никаких продержений нет. Еще не полная семья. Одна воспитывая ребенка. Еще этот... Два раза перенесла операцию на позвоночнике. Снимаю квартиру. Денег не хватает. На вопрос о том, как продвигается очередь на жилье в Павлодаре, и когда подойдет череда Эльвира Ахмедовой, нам ответит руководитель городского отдела жилищных отношений Кинджигуль Желжахсынова. Добрый вечер, Кинджигуль. Вот, ответьте, пожалуйста, на вопрос заданный. Добрый вечер. Действительно, на очередности нуждаясь в жилье из Государственного жилищного фонда состоит Ахмедова Ульвира Рамазан. Она состоит на очереди с 6 декабря 2005 года составом семьи два человека по категории работник бюджетной организации. На сегодняшний день номер очереди составляет 112. В соответствии с 74 статьей закона о жилищных отношениях жилище из Государственного жилищного фонда предоставляется гражданам, состоящие на учете нуждающих жилье, согласно очередности. То есть жилье из Государственного жилищного фонда будет предоставляться согласно очередности. На сегодняшний день Эльвира Рамазан, как и другие граждане, состоящие на учете нуждающих жилье, может участвовать в программах Нур-Лыжир, в рамках программы Нур-Лыжир, по программе Шан-Рах и по программе 7-20-20. На сегодняшний день на территории города Павадар а социальное арендное жилье не ведется в строительстве, ведется в строительстве ипотечного жилья по программе «Шанрак» и «Семь-20-25». То есть Эльвира Рамазановна может принять участие в данных программах. Второй вопрос актуален для всех городов страны. Наши граждане часто жалуются на узкие дороги, отсутствие парковок и озвучит его Гайша Имамбаева. Улица Максима Горького – место, где расположено много учреждений. Вот инновационный Евразийский университет, вот колледж нефтегазовый, вот здесь медицинский колледж, вот два магазина, вот жилые дома. А улица совсем узкая. Сюда приезжают много машин, для парковки места нет. Они вдоль дороги машины выстраивают и трудно проехать. Дорога очень узкая. Есть ли возможность расширить эту улицу и решить вопрос с парковкой? Нам ответит Арслан Калякпаров. Добрый вечер, Арслан. Есть ли решение этого вопроса? Добрый вечер. Да, действительно, Максима Горького уже как бы улица, она узкая. Уже имеются застройки. То есть здесь мы обязаны выехать вместе с управлением полиции, группой дорожной транспортной инспекции, чтобы не создавать негативные условия для безопасного проезда автотранспортных средств. Давайте мы на место выедем. Если такое решение примется, то в течение года мы сможем это воплотить в реальность. То есть вы этим вопросом до сегодняшнего дня не занимались, жалобы не поступали? Жалобы не поступали, да, и жалобы в отделе ЖКХ не поступали. Мы сейчас вот услышали предложение заявителя. Примем меры, обязательно выедем на место, посмотрим, что можно сделать. Я еще раз повторю, что первый аспект – это безопасность дорожного транспорта, дорожного движения. В течение года вы постараетесь решить эту проблему. Я правильно понимаю, Арслан? Спасибо огромное. Теперь слово за жителями Талгара. Именно туда отправится наш передвижной микрофон. Приходите и задавайте свои вопросы 15 марта в 11 утра к зданию автовокзала. А ответы получите в нашем эфире. В Министерстве энергетики озвучили рекомендованную стоимость дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей. В этом году она составит 176 тенге за литр. При этом потребность аграриев в солярке – более 400 тысяч тонн. Правда, это лишь рекомендации. Если в прошлом году в Туркестанскую область доставкой дизельное топливо привозили по 172 тенге, то в этом оптово-рыночная цена, по словам аграриев, 188-189 тенге. С учетом доставки выходит 195 тенге. Но на стоимость предприниматели не жалуются, говорят, по сравнению с прошлым годом приемлемая. В конце 2021 года в самый разгар уборки урожая топлива было не найти. Сейчас крестьяне надеются, что горючего хватит на всех, а искать его не придется. В Кырганде пенсионерка не смогла получить вакцину, потому что в базе данных она уже значится вакцинированной. Надежда Бражникова из-за давления и других проблем со здоровьем год боялась прививки. Однако с приходом омикрона решилась, но получила отказ. А зачем вы пришли вакцинироваться? Вы уже провакцинировались 15 декабря 2021 года. За последние три года, а уж два точно, поскольку идет эпидемия, я не перешагнула ни один порог, ни одной поликлиники и вообще медицинского учреждения. По официальным данным на сегодня в области вакцину от ковид получили больше 664 тысяч человек. Это больше 74 процентов населения. В управлении здравоохранения уверяют, что впервые столкнулись с таким случаем. Бывали механические ошибки оператора, который вносил в базу данных, фамилии или другие данные с ошибками. Но у Надежды Бражниковой в базе совпали и паспортные данные, и адрес, и ИИН. Даже форма согласия заполнена только без подписи. На сегодняшний день проводится служебное расследование по выявлению фактов фальсификации. Если данный факт подтвердится, нами все документы, материалы будут передаваться компетентные органы. Если пациент желает, тогда вы можете написать заявление по поводу ошибки. Ну и в течение дня удалим все данные, базы данных.